Гостей встречали пионеры. В фойе была организована небольшая выставка. Президент Анатолий Бибелов осмотрел все работы. В начале конференции присутствующих поприветствовали воспитанники Дворца детского творчества и поздравили с десятилетием признания независимости Южной Осетии, а также с началом нового учебного года. За школьные парты сядут 6609 учеников. Это больше, чем в прошлом году. Работать с ними будет армия педагогов из 1250 учителей. Спасибо, страна, за заботу о нас! А теперь небольшое интервью. Нам интересно узнать, какие оценки чаще всего приходится ставить нашим учителям. Пожалуйста, представьтесь. Какие оценки вам чаще всего приходится ставить? Спасибо. А вам какие оценки чаще всего приходится ставить? Пятерки и четверки. Спасибо. Представьтесь. Победа Ивановна Владимировна, люблю ставить пятерки. Спасибо. По нашим подсчетам, в среднем за учебный год учителя выставляют пятерок 500, четверок 350, троек 600, двоек 200. Из этого следует, что любимая оценка наших педагогов – троечка. Учиться только на пять пообещали первоклассники, которые также выступили перед учителями всей республики. Давно ожидали мы этого часа, когда в этот зал высокий ведем и мы, ребята из первого класса, со словом своим и сердечным приветом. Семь лет не исполнилось в этом году, теперь я большая учиться пойду. Я буду стараться, не буду лениться, я очень доволен, что я ученица. Будут новые стандарты, новые ранницы, школьная форма, новые учебники, а с компьютером, друзья, просто мы волшебники. В океане информации, сквозь громаду иллюстрации, нужным курсам поплывем, а если надо, мир перевернем. Мы с учителем откроем звездный мир и край земли, поведем бескрайним морем каравеллы и корабли. Мы вам обещаем на пятерке учиться, чтобы учитель мог нами гордиться. Готовы мы к школе, пусть нету терпения. Мы в школу хотим, чтобы к знаниям стремиться. На конференцию было приглашено свыше 300 представителей образовательных учреждений республики, а также главы районных и городских администраций, руководители министерств и ведомств, представители посольства Российской Федерации, советники по здравоохранению и образованию от администрации президента России, представителей научно-исследовательского института и ЮОГУ. Места на президиуме заняли президент Анатолий Бибилов, председатель правительства Эрик Пухаев, председатель парламентского комитета Юрий Габараев и министр образования Наталья Гассева. Открылась конференция выступлением заместителя министра образования Элисо Гоглоевой. Она пожелала учителям начальных классов хороших первоклассик, которые будут стремиться к знаниям и любить школу. Дай Бог, чтобы ваши успехи всегда радовали все наше общество. Спасибо вам за все. И, как сказали наши дети, учитель, спешите учить. В своем докладе министр образования Наталья Гассева подвела итоги за учебные годы и отметила, что было проделано много работы в области повышения уровня образования по республике в целом. Но главной задачей остается воспитание социально ориентированной личности, сохранении и передаче поколениям общенациональных ценностей. Тяжелейшая новейшая история республики нанесла невосполнимый урон нашему народу, корректируя наше сознание и программируя модель поведения не только взрослых, но и детей, что не могло пройти бесследно. Благодаря помощи и поддержке Российской Федерации мы сегодня живем под мирным небом, заботимся о расширении возможностей своих детей, об их образовании и воспитании, которые нацелены на сильное будущее, на покорение недосягаемых высот, при этом не забывая об устоках, в которых стоит наш национальный код развития. Вот почему мы, педагоги, всегда чувствуем тончайшую грань между понятиями образованность и воспитанность. Особое внимание выступлению министра уделялось дошкольным образовательным учреждениям. Наталья Гасева отметила, что остается открытым вопрос нехватки места в детских садах, но благодаря строительству в рамках инвест-программы проблема поэтапно устраняется. Наталья Гасева поблагодарила воспитателей, которые не просто отрабатывают программы, но творчески к ним подходят. Модель нашего сегодняшнего отношения к детям – это модель их отношения к нам в будущем. Поэтому особые требования мы предъявляем с тем, кто непосредственно контактирует с малышами. Не могу не затронуть вопрос необходимости штатов психологов в детских садах, которые совместно с логопедами могли бы оказать неоценимую услугу в вопросе социализации ребенка и его дальнейшего развития. В течение года в детских садах проходили открытые уроки по программе «Малусаги». Дети показали хорошие знания осетинского и русского языков. Именно в дошкольном возрасте происходит процесс накопления информации, нравственно-ценностного содержания. А уже в младшем школьном возрасте наблюдается процесс дифференциации полученной и получаемой информации. И именно эту задачу призвана решать и программа «Малусаг». Необходимо не только учить понимать смысл нравственных требований и правил, но и развивать способность предвидеть последствия своих поступков. Нам крайне необходимо работать сегодня над формированием у детей ответственности за свое поведение уже с раннего детства. Затрагивая тему детских садов, не обошла Наталья Гасева. Вопрос работы медсестер. Пользуясь форматом конференции, обращаясь, хотела бы обратиться в Министерство здравоохранения. С просьбой, мы им эту просьбу передадим, дополнительного контроля и консультации для медработников дошкольных образовательных учреждений. Особенно в работе с младшими группами. Не секрет, что некоторые родители приводят детей с острыми респираторными заболеваниями в детский сад, где в процессе контакта со здоровыми детьми вирус передается по цепочке. Во многом, во многом это результат нашего с вами попустительства. В этом вопросе необходим четкий контроль как со стороны медработников, так и воспитателей. Но хотим обратить ваше внимание еще на один факт. Практика показала, что система аттестации требует своих корректировок, и в ближайшее время данные корректировки будут произведены. Вызывает удивление аттестация воспитателей дошкольных образовательных учреждений. В прошлом году вы знаете, что свыше 140 воспитателей не прошли аттестацию по тем или иным причинам. И аттестация была перенесена на год. Мы ожидали, конечно, сегодня получить хорошие результаты, тем не менее, выводов, половина, все-таки не сделаны. И мы получили те же документы, которые получали в прошлом году. Но опять-таки это тема долгого разговора, и этот разговор нам с вами предстоит. Вопросы аттестации педагогических работников во многом связаны с организацией курсов повышения квалификации. Институтом повышения квалификации работников образования в истекшем году были проведены курсы для 650 учителей-предметников. 650. В рамках августа конференции сегодня уже со вчерашнего дня, 29 августа, проходят курсы повышения квалификации для учителей физкультуры и общества. Наши гости находятся в зале, это преподаватели Северо-Кавказского федерального университета. Мы благодарим их за поддержку, за оперативность. В сфере среднего образования было отмечено, что Минобор следит и постоянно ведет мониторинг успеваемости детей, проверяют отсутствие детей за целый год по неуважительной причине. Все подведенные итоги детально рассматриваются и обсуждаются на коллегиях. Наталья Гасева поблагодарила наших соотечественников, оказавшие материальную помощь одаренным детям, у которых были и есть успехи в разных областях. За весь год проводились конкурсы, фестивали, школьные олимпиады, спортивные и культурные мероприятия. Как в республике, так и далеко за ее пределами, с участием, конечно же, школьников. Наталья Гасева отметила высокую подготовленность участников, подчеркнув, что дети представляют нашу республику достойно и всегда достигают наилучших результатов. Шла работа по программе нравственного и духовного воспитания учащихся. Проводились мастер-классы по повышению квалификации учителей. Были открыты летние лагеря на базе школы-интернатов в ПАИСА. Дети из Южной Осетии получили возможность отдохнуть в Крыму в лагерях «Орленок» и «Артек». В докладе Натальи Гасева обозначила количество медалистов по республике, тех, кто сдавал ЕГЭ в России. Наши выпускники также имеют возможность поступать в лучшие вузы Российской Федерации. В январе 2018 года в отдел науки, этот вопрос об ЕГЭ, было подано 44 заявления от выпускников юго-остинских школ, желающих участвовать в едином государственном экзамене на территории Республики Северной Осетии Алани. Однако, по факту, в едином государственном экзамене в 2018 году участвовало только 9 человек. Минимальную границу наши выпускники преодолели по всем предметам. Высокие показатели были по русскому языку, химии, биологии и обществознанию. По результатам приемных комиссий вузов Российской Федерации, информируем о том, что по линии Россотрудничества было выделено 18 внешнеполитических квот. В собеседовании участвовало 27 выпускников. Помимо этого, 22 выпускника поступили в вузы Российской Федерации непосредственно по направлению Министерства образования и науки нашего государства. Хочу отметить, что с 2014 по 2018 год поступили, а точнее сейчас являются пока студентами, в вузах Российской Федерации 254 студента. В этом году оканчивают свое обучение 65 человек. На конференции были зачитаны доклады педагогов отдельных школ, которые рассказали о том, как проходит воспитательная работа с учениками. Гражданин – это член общества, у которого развито чувство ответственности за судьбу общества, в котором он живет. И именно в этом направлении ведется работа у нас в школе. Мы в каждом ученике воспитываем уважение к национальным традициям, ценностям, ответственность за судьбу и отечество. Мы каждому ученику прививаем с первого класса быть активным и позитивным, а это значит уже сегодня закладывать в фундамент интересной и многообразной жизни. Ребенок должен прочно стоять на ногах и знать свои корни. Это наша богатая культура и история, которая активно пропагандируется в повседневной жизни школьника. Ведется работа по пропаганде родного языка и национальной традиции. Дети принимают самое активное участие в творческих конференциях, посвященных великим людям Осетии, музыкально-литературных вечерах. Заняли первое место в театральном фестивале по традициям и обрядам астинского народа в конкурсе «Моё фамильное влево». Ребята стали призерами игры «Я и мир вокруг меня», «Цветия сетья моя», «Зунда Ройбуренбеста», организованные дворцом детского творчества. Наши учащиеся являются членами «Малой академии» во дворце. Они стали также дипломантами в фестивале патриотической песни, победителями фестиваля национальной хореографии. Если школа и учреждения дополнительного образования будут также сотрудничать, то у детей на правонарушение просто не останется времени. В тесном контакте со сверстниками из разных школ ребята больше узнают друг о друге, дружат и уважают интересы друг друга. В исследовании «Я и красавися» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иногда руководители должны принимать такие решения, которые бы взбодрили других. Даже я как руководитель не виноват, но это произошло. Я должен уйти, чтобы люди поняли, что этого не должно происходить. А мы все сидим. Никто не взял на себя мужество и сказать, послушайте, вот я был красным классом руководителем, я отказываюсь от этого класса, но я больше морально не имею права этим заниматься. Или директор сказала бы, с одной школы, со второй школы. Но директор, я считаю, что должен сказать, ребята, ну это из рук вон выходящее какое-то событие. И вот я своим уходом вам всем говорю, сделайте все для того, чтобы такого больше не произошло. Вот в чем суть руководителя. Вот суть каждого из нас. Мы начали бояться брать ответственность. По мнению главы государства, слабо организовано взаимодействие между средней и высшей школами. Учителя должны направлять талантливых и с большим багажом знаний детей. А в высших учебных заведениях также должны проявлять заинтересованность в этом. Я об этом говорю постоянно, я об этом разговаривала с ректором нашего университета. Но пока, опять-таки, я не вижу вот этого плотного взаимодействия. Я надеюсь, что все-таки это взаимодействие вы организуете, Наталья Константиновна, с ректором нашего университета. И оно как бы найдет свое продолжение уже среди школ, среди директоров, классных руководителей и так далее, и так далее. Собравшись, задавали вопросы главе государства, в их числе, о выделении жилья нуждающимся педагогам. Значит, если мы сделаем все для того, чтобы эти дома распределялись справедливо и честно, то у нас все нуждающиеся получат жилье. Я с этой высокой трибуны, перед вами, учителями, даю слово, что распределение домов будет абсолютно справедливым. И пусть никто не говорит мне, пожалуйста, пусть мне никто не говорит, Мы их знаем. И не просто в эту комиссию мы ввели и с прокуратуры, и с комитета государственной безопасности, и с МВД, и с администрации президента. Я думаю, что всех этих людей не купишь. Поэтому я вам еще раз обещаю, все распределения жилого фонда, они будут по справедливости. Этим занимается специально созданная комиссия при администрации города нашего, города Циньвал. И эта комиссия будет выходить с рекомендациями на коллегию городскую, для того, чтобы они вручили эти квартиры. Все будет справедливо. Поэтому я вас спрошу, если кто-то не стоит в очереди, нуждается, то становитесь в очередь, пожалуйста. Получите вы свои квартиры, я вам обещаю. Что с беженцами в здании лицеи искусств? Беженцев около 300 семей. 300 семей, которые не имеют постоянную прописку, хотя проживают здесь 20 и более лет. Не имеют абсолютно никаких человеческих условий. Не имеют никаких возможностей улучшить свое жилье. Многие не имеют права прописаться. Обделенные вниманием государства люди, вот я честно говорю, самые обделенные на сегодняшний день представители нашего общества. Во время встречи, когда я был в Москве, я этот вопрос, конечно, ставил. И если у нас получится, сейчас у нас проработки идут, чтобы мы жилье отдельной программой построили для наших беженцев. Потому что на самом деле уже стыдно, когда твои же сограждане столько лет находятся в таких ужасающих, я подчеркиваю, условиях, то надо какие-то шаги делать. Я уверен, что у нас получится, мы отдельно для беженцев сделаем жилье. И тогда мы фактически освободим все площади, которые заняты и в общежитии колледжа. И это не когда-то. Это в ближайшее время. И в здании колледжа, и лицей, и МЧС, и турбазу, и так далее, и так далее. Мы это обязательно сделаем. Это уже вопрос, который невозможно уже откладывать. В завершении встречи были подведены итоги пленажной части педагогической конференции.